Ну давай, я тебя хоть обниму. Давай! Сотрудник ГИБДД останавливает водителей у переезда. Вместо кнута пряник от РЖД. Такие же профилактические рейды проходят в автошколах и в связи с недавними событиями в образовательных учреждениях. Волонтеры акции «Безопасная железная дорога» и известный всем алтайский мехутка напоминают, железнодорожные составы весят до 9 тысяч тонн. Тормозной путь такого поезда до одного километра. Желание проскочить на красный иногда стоит жизни. Ну, подъехал. Красный горит. Машин нету. Поезда не видно. Думаю, ну, может, проскочу. А потом подумал, а вдруг что-нибудь с машиной заглохнет. Часто бывало такое. Ну, постоял минут пять. Зато живый, да, и все нормально. Чудом выжили пассажиры этого автобуса. Накануне в Кулундинском районе водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на ЖД пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать уже не удалось. В автобусе было 16 пассажиров, несколько человек госпитализировали. Кстати, даже если водитель избежал столкновения с поездом, но проехал пути на красный, уйти от ответственности будет трудно. Влечет наказание 5 тысяч рублей, либо лишение права управления от 3 до 6 месяцев. Если повторно водитель нарушил правила проезда железнодорожных переездов, то лишение права управления один год. Сегодня на железной дороге региона продолжают работу по повышению безопасности на путях. На переездах устанавливают заградительные барьеры, проблесковые маячки, звуковую систему оповещения, камеры. Случается и такое, когда водитель выехал на зеленый и вдруг заглох на путях. Допустим, на переездах, которые с дежурными работниками, обратиться к дежурному работнику, чтобы мы вовремя смогли остановить поезда. И второй элемент, это мы ввели на специальные ящики шкафы, стоят рядом с передо переездами серого цвета. На них мы наклеили информационные таблички с номерами телефонов, на которые может позвонить автовладелец, нашему диспетчеру, который примет все меры для того, чтобы передать информацию поездам для остановки. Добавим, в этом году на железнодорожных переездах Алтайского края по вине автомобилистов произошло 8 ДТП. Три аварии закончились смертельным исходом. В Зональном районе в ДТП с поездом попала семья, дети остались сиротами. В Тольменском районе учительница решила подвезти школьников домой. В итоге столкновение, трое детей погибло на месте. И ведь все эти аварии можно было бы избежать. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.